Добрый день, друзья! Мы приехали на поле, а тут уже варенка свирепа. Катаки готовятся. Пужак! Опа! О, кобра! О, какой, да, пошел! Главное, чтоб машина не зашла. С Тимуром и с Коляном сегодня приехали. Ищем поле, где покопать, друзья. Проехались по квадрату, посмотрели, где что есть. Вот нашли скошенное поле, там вот, где деревья. Один дом был, дальше еще один и еще один. Ребята готовятся. Дядя Коля, быстрокоп, где твоя подковка? Почему ты меня быстрокопом называешь, не знаю. Когда это Николай, коп с Деусом. Копаю с Деусом, да. А вы вон что говорите, быстрокоп, быстрокоп. Тимур, а не провести ли тебе ритуал на серебро? О, просто. Значит, что, Коль, получается? Сегодня обязательно что-нибудь. Что-нибудь да будет. А что, узнаете сейчас с нами, друзья. Не забывайте подписываться на канал, друзья. Впереди большие выезды. Отдыхайте и копайте вместе с нами. Погнали. Денек, судя по всему, будет жаркий, ребята. Уже солнышко припекает. Ну, ходить приятно. У меня два сигнала рядом. И 10,5. Рейхс Пшенигов. Вот они такие, залепленные песком. Значит, мы на верном пути. Копаем пять минут. Две монетки. В принципе, значит, должно быть. Так, покопов не видно. Это радует тоже. Тут почему-то не скосили вот эту часть. И много железного хлама полезло. Среди него вот такая замечательная гирька попалась. Положим ее к этому металлу. Потом я ее заберу. Опа! Ох, ребята, следующая находка заставила всколохнуться мое сердце. Посмотрите. Я уже, блин, раскатал губу. Здесь вот такая вот пуговица. Но, похоже, она серебряная. Видите, там и рисунки есть. Целая, старенькая. Кайф. На серебро похоже. Пуп-пуп-пуп. Смотрите, ребята. Ой-ой-ой. Канина. Не подвес в гарже, это фельд джандармерии, конечно. Но, конина, да. Ой, ребята. Жарища лютая. Пьем вот потихонечку. Тимуру надо принести. Он уже устал. Держи, Тимур, попей хорошенько. О, спасибо. Кайф настоящий, да? Как успехи? Да, всякая херня. Жбонь. Друзья, пейте минеральную воду. Оздоравливайтесь. Правильно, Тимур? Вообще бомб. Копал, 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 копал. И вот такой вот чужой вылез, друзья. Посмотрите, он сразу пену какую-то пустил на меня. Может и медведка даже, непонятно. Может даже и медведка. Посмотрите, какая-то в пене вся. Ой-ой-ой, батюшки мои, блин. Нафиг надо. Говорят, Тимур нашел какую-то медаль. В скобочках. Плюшевую. Посмотрим на нее. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции и действует система трейд-ин. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод рыбокоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Очень тяжело, Тимур. Сейчас переведите. Первушная? Да, скорее всего. Глава какая-то видна. Голова Капронова. Сейчас помоем ее. Пошли чайку попьем. Грека этого. Помоем. Это, наверное, какой-нибудь Вильгельм. К сожалению, плохо читается. Ну какая-то юбилейная медаль, видимо, была. Тимур поработает с ней потом. Попробую что-нибудь вытянуть, чтобы прочитать. Очень жарко, ребят. Слав к нам подъехал тоже. Так что команда собралась. Тем временем сигнал. И дедушка решил мне вот такой лайкос поставить. И вы не отставайте от него, друзья. У кого есть догадки, что это такое, пишите. Такие лайкосики. Ну ладно, пуговицу такую поднял. Керамика синяя и половинка жетона. Еще есть. Потом попозже помочим. Надписи есть. Промывка жетона. Да, но они все по первой мере работаются. Джимми, Джимми. Джонни какой-то, Траволтер. Ну-ка, давай. 80-го года рождения. Ну, соответственно, 880-го. В годах дядька был. Как будто зимной пастой, знаешь, как накрываю, чтобы видно было. Такое ощущение, да? Ну, вот, билина. Нет, ну, террацинка хорошо прям выглядит. Йохан. Канка. 11-го, 10-го, 80-го. Первушный. А что город там, где служил или что-то проживал, там обычно пиффит? Не, плохо, плохо там видно. Голда пьет пустая, не? Ну-ка. Голда. Как будто бы, да, так? Ну, да. Что-то прохрюкивается, еще какой-то сигнальчик. Как бы не еще одна медалька, друзья. Еще в норке сидит, да, Тимур? Да. Очень жарко, ребят. Коль, жарко, не? Не. Нормально. Нормально? Нормально. Коле нормально. Да, влетом все. Ну что, мастер-класс? Где-то здесь. Раздает в стенку. Сейчас Доджерс. Там червяк уже показался. Это хороший знак. Значит, металл благороден, скорее всего. Тем более, мы вообще посредь поля. Уже домов тут не было. Наверняка что-то интересное. Где-то 30 градусов сейчас, друзья. Патина пошла. Пошла патина, друзья. Хлопнул парень. Ой-ой-ой. Что это? Вот это пуговица. Нет, это тыльник от пистолета. Ты думаешь? Ну, я так предполагаю. Да верно, верно. Нет, это насадка какая-то, друзья. Они вон, цветочками смотрят. Да нет, не тыльник точно. Не тыльник нет, но какой-то узорчатый. Здесь? Здесь вот что, потрогаю? Под этот гвоздь? Нет, нет. Умятин. Это яичка была. Может и фабержешная даже, да? Класс. Класс. Молодец, Тимур. Приборы отдыхают, а значит, чаепитие, друзья. Ехали в магазин минералочки взять. Николай вот монтану поднял. Обычно они в печальном сохране, а тут, видите, даже прочитать можно. Попался вот такой кусок колокола разбитого. Целый бы найти. Найдем что-нибудь тут веселое. А Владислав вот порадовал пуговицу. Ой, не пуговицу, а подписчиков пуговицей точнее. И пуговицу порадовал тем, что вытащил из земли ее уже. Сколько ж можно там лежать? Вот так вот хорошо видно. Такой орел. Ну а здесь у нас чисто советские колхозные вопросы. Люда. Наверняка корову так звали. Это Бирка. Такая вот Людочка. Ребята разбрелись, кто где. Тололом продолжается. Какой-то сантехнический узел. 498. Ой, ребята, после копа такого, вот так на струю становишься. Как бы ты вроде плывешь, а вроде и на месте. Нормально. Какой-то сантехнический узел. Гидрюка.